Эх, друзья мои, во-первых, просыпаетесь и здравствуйте, во-вторых, как все-таки хочется чего-нибудь летнего. Сегодня у меня в меню как раз летний завтрак таким, каким представляю его я. Предстанет он перед вами, разумеется, говорю я. И что нам для этого необходимо? Прежде всего, солнышко, свет, возможность пойти на пляж уже прямо совсем-совсем скоро. Но для этого необходимо же себя каким-то образом поддержать, поэтому я режу лук, раскаляю масло. Масло обычное, растительное, на сковороде раскаляется. Чесночок мы тоже готовим самым простым и эффективным способом. Я его сначала жму, потом мелко крошу и прямо вместе с луком, представьте себе, Что делаю? Отправляю в сковороду. Масла добавил много, потому что нравится мне, когда маслица достаточно, когда все это... Согласен, возможно, не все назовут эту пищу здоровой, но, друзья мои, мне это очень нравится. Раз в месяц от подобного завтрака никто холестериновыми бляшками не обзаведется. Поэтому давайте будем делать так, как нравится нам. Пока обжариваются самые первые две составляющие, я готовлю следующий. Следующий будет перчик. Перчик болгарский. Он должен быть обязательно добавлен в летний наш завтрак. Такой разноцветный, вкусный. И на самом деле весьма-весьма сытный. Иначе как? Итак, смотрите, значит, лучок начал прихватываться. Чеснок отдает свои ароматы в атмосферу. И я думаю, что это верный знак для того, чтобы загрузить еще и перец. Все это перемешиваем. Вот дальше наступает очень важный момент. Два очень важных ингредиента, а именно помидор. И любая другая мясная, а может быть, та же самая, как и у меня, продукция. В данном случае это обычная грудинка. Вы можете там мясо птицы, банку тушенки, все, что захотите использовать. Но для лета очень важный момент, ребятки, обязательно добавьте чего-нибудь мясного. Прямо, смотрите, очень фактурно, большими кусками, предварительно помешав перчик, я отправляю туда прям. И сам любуюсь, как же это здорово, как же будет вкусно. Наконец-то можно насладиться настоящей летней едой в том варианте, в котором мы, ну, знаете, возможно, рыбалка. Раннее-раннее утро вы на даче и собираетесь на рыбалку. Но представьте себе, помидор остался необработанным, но это, поверьте, лишь ненадолго. Помидорка нужна обязательно. Она нам добавляет как раз летних ощущений. Летнего ажиотажа. И добавляется она, ну, фактически в самом конце, перед тем, как в наш завтрак заглянут еще и яйца. Да-да-да, яйца обязательно будут там. Пока лишь мы о них только мечтаем. Когда сейчас все это начнет как следует обжариваться, я лишь перемешаю яйца. Ни в коем случае не буду там взбивать их прям до сумасшедшего состояния. Нет. Ах, как хорошо все-таки летом, а. Обилие еды, возможность есть без ограничений. Вот сейчас помидорка даст еще легкий сок, легкую водянистость, что ли, этому всему раствору. Поэтому самое время дать возможность влаге выпариваться постепенно. А в это время начать заниматься яйцами. По-моему, все логично. Так вот, смотрите. Та-да-да. Два яйца. Вполне достаточно. Конечно, можно перегрузить завтрак еще двумя яйцами, но я этого не делаю, потому что и так компонентов масса. И, в общем, белка-то, в принципе, предостаточно. Я лишь даю нам возможность насладиться летним вариантом этого завтрака замечательного. Все, не взбиваю, просто разбиваю. Ну, даже вот смотрите, не везде еще желток смешался с белком, да и пусть. Нормально это. А вот теперь, еще раз помешав, мы аккуратненько можем заливать ее яйцом. И, поверьте, двух вполне хватит. Ну, а, вот так вот. Крышка здесь нужна. Ух, крышка. Подождите, а соль? Немножко соли. И сразу резать зелень, хорошо? Не забывайте об этом. И крышка. Будем пробовать скоро. Скажите, а есть те, кто не хочет это попробовать? Чур, это не я, друзья мои. Смотрите, как все получилось просто фантастично. Ммм, вот оно, раннее летнее утро. Ммм, перчик, помидорка. Размешанные яйца. Ммм, вкусы и ароматы лета. Друзья, вскоре с вами увидимся снова. Я знаю, как готовить, а вы знаете, что смотреть. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова